Как ваше самочувствие? Данделяне Гмедзянова пришла в поликлинику измерить давление. Пора закрывать больничный лист. Впервые оформила электронный. Не нужно стоять в очереди и не мотаться с бумажками. То один кабинет, то другой кабинет. Печати, запечати. Выводить данные пациента гелевой черной пастой, чтобы попасть в клеточку, теперь не нужно. Все в информационной базе. Дата открытия, закрытие больничного, диагноз. В день врач Резида Ахметова оформляет до 10 таких листов. Можно скорректировать данные, отправить напрямую. Не нужно пациентов гонять. Подписи. В общем-то, да, преимущества ощутимые. На сегодняшний день выдано более 56 тысяч электронных малейших листов в республике Татарстан. Это очень хорошая динамика. Если сравнивать с началом года, то было выдано порядка 1500 больших листов. То есть сегодня же количество выросло более чем в 30 раз. Прежде чем оформить электронный вариант, нужно узнать, готов ли работодатель его принять. Нужна специальная программа. Ее фонд со страха предлагает скачать бесплатно на своем сайте. У нас предприятия принимают пока только такие больничные. Но, в принципе, не против. Был бы удобно. Пока ты ходишь со всеми этими бумагами, это надоедает. Бумажные это взяли больничные, потому что я не знаю, что электронные больничные существуют. Бумажный вариант больничного полностью не исключат. Пациенту предлагают выбрать, какой удобнее. В отличие от вот такого бумажного больничного, электронной невозможно подделать. Каждому пациенту присваивается индивидуальный номер. Он передается в федеральную информационную систему со страха. Войти в нее работодатель может только использовать электронную подпись. Посмотреть стадию оформления больничного и перечисление денег вскоре можно будет и в личном кабинете со страха. Систему пока тестируют. Анна Городнова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова